Доброе утро, спортивная страна! На дворе первое воскресенье весны 2012 года, 4 марта. Знаменательный день для страны, которая сегодня определяется со своим будущим. А перед тем, как отправиться на избирательные участки, предлагаем наиболее значительные спортивные события, прошедшие недели в репортажах корреспондентов программы «Страна спортивная». Сегодня выпуски. Уникс в финале. Спасибо Армани. Чем итальянские модники помогли казанским баскетболистам? День рождения – грустный праздник. Хоккеисты казанского Акбарса не поздравили главу республики победой. Плавали – знаем. Финалисты прошлогоднего сезона снова выясняют отношения пока в регулярке, с чем приплывают к экватору чемпионата казанские баскетболисты. Волонтеров универсиада будут кормить в ресторанах быстрого питания, угощать шипучкой и возить на корейских автобусах. Соглашение с партнерами будущих студенческих игр подписали в Казани на заседании Ордкомитета по подготовке спортивного форума. Его провел вице-премьер федерального правительства Игорь Шувалов. Он отметил, что работы идут по графику, а президент Татарстана Рустам Миниханов заверил – сомнений нет. Все, успеем в срок. Главный командный центр универсиады. Сердца. Сердца организаторов универсиады бьются все чаще. До студенческих игр чуть больше года. Последние штрихи наводят в информационном центре. Продумать старались каждый метр пути гостей. По кругу такое очень удобное зонирование сделано. По кругу проходят все получают и попадают уже в аккредитованную часть, в эту башню. Сейчас оперативный бюджет игр более 10 миллиардов рублей. Впрочем, финансируют универсиаду не только из госказны. Партнерами универсиады сегодня стали три компании. Hyundai предоставит автомобили, автобусы, Макдональд займется организацией питания, а Кока-Кола поставит напитки, оборудование и персонал. О сегодняшнем и завтрашнем дне игр говорили на заседании оргкомитета. Все работы строго по графику. А после соревнований, и это уже решено, все объекты передадут университетам и спортшколам. Мы многие проекты ведем в Российской Федерации вместе с губернаторами, правительствами. С руководством Республики Тарстан всегда работать интересно. Любые обязательства, которые они берут на себя, выполняют четко и в срок. Самым главным вопросом для нас и самой большой ответственностью будет это проведение безопасных игр, чтобы никто не пострадал, чтобы любые сложности были заранее или опасности исключены. Задача одна – достойно провести универсиаду. Игорь Иванович сказал, что есть некие вопросы, которые очень важны, и уже надо сегодня к ним готовиться. Это прежде всего безопасность, хотя уже мы большую работу провели. Я думаю, что до конца марта все эти вопросы снимем. Ну и вопрос открытия универсиады – это большое мероприятие, к нему тоже подходы определены. Я пока не вижу каких-либо проблем. Конечно, это много направлений и транспортных, и спортивных, но везде мы находим решения. Для закупки специального оборудования республике потребуется еще 2 миллиарда рублей. Все инновации опробуют во время тестовых соревнований. Только в этом году Татарстан примет три студенческих чемпионата мира. Всемирные студенческие игры пройдут в Казани в июле следующего года. На них будет разыграно рекордное число наград – 351 комплект в 27 видах спорта. Любители баскетбола сегодня снова ждут в баскетхоле. В 6 часов вечера уникс принимает триумф. За плечами противников тяжелые поединки на европейской арене. Триумф в заключительном матче Кубка Вызова переиграл бельгийский Антверпен. И лишь дождавшись окончания параллельной встречи прошел финал 8-3 по значимости евротурнира. Благодарить соперников прави и уникс. Интрига группы G Евролиги разрешилась только в последнем туре и на последних секундах. В Казань греки приехали с реваншистскими настроениями. Именно уникс нанес единственное домашнее поражение действующему победителю Евролиги. Взломать неприступную татарстанскую оборону гости вознамерились кратчайшим способом. Дебют прошел под знаком снайперов. Из шести точных попаданий четыре отправлены в кольцо из-за дуги. Трюльники летели в обе стороны. Как итог уже на второй минуте соперники набрали по 8 очков. Скорострельность вкупе с высоким темпом пришлась по душе зрителям и заставила понервничать наставников. Выигрышной ситуацией оказался Абрадович. Его команда обеспечила минимальное преимущество по итогам стартовой четверти 21-22. Надо отдать должное Панатинайкосу, что они чемпионы действующей Евролиги. И они тоже умеют защищаться. Поэтому как раз мы сегодня встретились две команды, которые имеют размер. Их защитники все двухметровые. И центровые все по 2-10. И все подвижные. То есть по сути очень сложно забить такой команде. В следующем отрезке этот успех удалось развить до двузначного. Безголевая пауза Уникса продлилась половину периода. Кадровые проблемы решились ближе к экватору. За три минуты до конца четверти отставание составляло 7 очков 23-30. В этот момент Пашутин смог объединить подопечных. И казанцы буквально в раздевалку забрасывают 5 недостающих баллов. 38-40 к большому перерыву. Дефицит исчисляющийся одним точным броском. Мы ждали, что матч будет сложным. Но все же Униксу было тяжелее. Ведь они не могли рассчитывать на Лайдея. Для дебютанта казанцы показали хороший баскетбол. Я думаю, у них все получится. Не распространился на баскетбол греческий кризис. Словно античные герои. Выходцы из Афины, армии легионеров, ваяли свои подвиги. Во второй половине Эллины на гора выдали 6-очковый рывок 38-44. Шансы на спасение подарил Веремеенко. Именно после его точного броска Уникс сократил дистанцию. Но уже в следующем эпизоде Форвард покинул площадку, набрав 5 фолов. Штрафные опять отдалили хозяев от заветной цели 48-52 перед заключительным. Сорок минут мы играли в непростую игру, но на концовку нам опять не хватило сил. Уступили на чужом щите, а с Пао ошибаться нельзя. Открытая игра без оглядки на свое кольцо напоминала траекторию Маятника. При таком темпе ошибок было не избежать. Осечки Пао позволили Гриру отквитать пару баллов. В свою очередь партнеры американца Пачин не поддержали. Им снова предстояло ликвидировать 5-очковую разницу 61-66. В принципе всю игру казанцы этим и занимались, но на концовку сил не хватило. Финальная сирена застала на табло счет 63-68. В параллельном матче квартета Милан обыграл Фенербахче и подарил нашей команде вторую путевку в плей-офф. Самое первое, что нужно сделать, это себя поверить, что все-таки мы можем играть на равных с топ-командами Европы и можем побеждать. Да, мы проиграли в Барселоне два раза, но, как говорится, раз в год, по-моему, постараемся выиграть. Именно с Барселоной Униксу предстоит сразиться в серии до трех побед. Первая игра пройдет в столице Каталонии 20 марта. Стоит отметить, что чемпионской поступью на пути к главному Еврокубку идут и две волейбольные команды. На неделе мужской «Зенит» и женская «Динамо» синхронно забронировали себе места в финале четырех Лиги чемпионов. Остается сожалеть, что в хоккее с шайбой лучшие клубы Европы уже пять лет не разыгрывают трофеи. Все внимание континентальных грандов и спортивной общественности сосредоточено на внутреннем чемпионате, где тоже кипят нешуточные страсти. Как, например, в серии обладателей Кубка Гагарина Акбарса и Славата Юлаева. Непримиримых соседей судьба свела уже на первой стадии игр на выбывание. Все, что сыграно было до этого, не в счет. Наступило время выкладываться на 100% в каждом игровом эпизоде. В противостояниях, подобных к противостоянию Казань-Уфа, традиционно побеждает команда, которая совершает меньше ошибок. В первом периоде первого матча Акбарса и Славата Юлаев разошлись миром. Да и голевых по-настоящему моментов было немного. За хозяев не забросил Кирилл Петров, а за гостей Александр Радулов. Зато у второй 20-ти минутки зрителям скучать не пришлось вовсе. Первые три минуты периода Акбарс плотно прижал Слават к его воротам, но в порыве атакующим потерял защитную бдительность и был наказан. Прошкин с Радуловым убежали от Никулина с Медведевым и открыли счет в игре. Совсем скоро Акбарс усилиями Терещенко и Петрова-младшего создает момент для взятия ворот противника, но молодой нападающий не переигрывает Эрсберга. Ответ последовал все от той же парочки. Радулов, Прошкин. Первый отдал, второй бросил. Рикошет от Страки и на табло уже 0-2. Для матчей такого уровня весомое преимущество. Учитывая то, что инициатива к третьему периоду почти полностью перешла под контроль команды Венера Сафина, шансы коллектива Владимира Крикунова таяли на глазах. По сути, все окончательно решилось в пользу Уфы, когда очередной голевой пас отдал Радулов. На этот раз Йозеф Страка не успел за Мирославом Блатиком. 0-3. Попытки Акбарса поднять неподъемный груз свелись к нескольким броскам Ильи Никулина, но смертельными выстрелы тушки капитана сборной России так и не стали. Так что Акбарс начинает серию с поражения. Обидно, что заслуженного. Звучит банально, но проиграна была только одна битва. Но это не означает, что проиграна сражение в целом. Именно с таким настроем вышли на повторный казанский поединок игроки Акбарса. Проведя несколько замен в составе, Владимир Крикунов рассчитывал и расшевелить ребят, и, возможно, сконцентрировать внимание на ответственной игре согласно номинальному амплуа. Ставка на гиперактивную игру в зоне соперника сработала быстро. Кирилл Петров почти из ничего придумал момент, и, казалось бы, непробиваемый Эрсберг дрогнул 1-0. Давление Акбарса смогли остановить только судьи в середине периода. Два удаления подряд перевели игру в ровное русло, но счет на табло изменился в равных составах. Виталий Прошкин из средней зоны бросил шайба за дело кого-то из игроков и оказалась в сетке ворот Петри Веханина. Вот уж не везуха, так не везуха. Но и этот нюанс казанцы проглотили, и в дебюте второго периода снова вышли вперед. Комбинацию с участием Алексея Морозова и Дениса Зарипова завершил Нико Капани. Развить успех не получилось, но уверенность в игре Акбарса не пропала, даже после того, как тот же Кирилл Петров не забросил, выйдя 1-1 с голкипером Салавата Юлаева. Дебют третьего периода оказался шокирующим для казанской публики. Александр Радулов все-таки сделал свое дело. Нашел передачи под бросок Свитова, а Сопрыкин доправил шайбу в ворота Веханина на дальний штаб. Момент сложный для обеих команд. В основное время ни Салават, ни Акбарс решить, кто сильнее не смогли. И овертайм оказался неизбежным. Сколько их потребуется на тот момент не знал никто, кроме, пожалуй, одного парня с фамилией Капанин. Роль личности в истории, пусть и в маленькой, кубковой, хоккейной, исполнил именно центр-форвард Акбарса. Исполнил так, что Уфа ахнула вместе с Эрсбергом. 3-2. Акбарс сравнивает счет в серии и едет в гости. Салават у Юлайна. Насладиться атмосферой плей-офф скоро смогут и поклонники русского хоккея. Уже завтра в поход за золотом отправятся 8 коллективов. Среди них пока нет Казанского «Динамо». Квартет лидеров регулярного чемпионата присоединится к борьбе на стадии четвертьфинала. К защите титула в тренерском штабе Янко готовятся со всей серьезностью, что доказывает и последний тур регулярного первенства. Не имея турнирной мотивации, «Динамовцы» Казани отправились в Ульяновск боевым составом. В последнем туре над чемпионами России не давлела ответственность за результат, но в Ульяновск «Динамо» отправилась в оптимальном составе. Главная потеря произошла на тренерском мостике. В Казани остался наставник команды Владимир Янко. Впрочем, без опеки коллектив не остался. Именно Андрей Стук привел татарстанцев к первому комплекту медалей в истории клуба. А удаление Жданова привело к открытию счета. Со скамейки Михаил наблюдал, как соперник разыграл голевую трехходовку, отправив прорыв Макарова. Взятие ворот Волжанин реализовал с риском для здоровья. Воодушевленные хозяева еще не раз могли упрочить преимущество, но вместо этого они его растеряли. Атака «Динамовцев» не предвещала ответного мяча. Равенство – всецело заслуга индивидуальных действий чермных. Из передачи Лаконина в центре поля Максим выжил максимум 1-1. Голкипер «Волги» Дмитрий Сергеев партнеров выручить не смог. Дима в последнее время очень показывает хорошую игру, и я решил поставить его. Ну и тем более, все-таки против казанских своих. Я думаю, у него особый настрой был. До перерыва вратарское мастерство показал визави Сергеева Бергвелл. Чемпион мира в этот вечер поймал кураж и спасал команду от неминуемого гола, как, например, в этом эпизоде. Блистал в Ульяновске еще один легионера Скандинавии – Лаконин. Финский снайпер не стал ограничиваться передачей и вписал в протокол еще одно результативное действие. Подвел черту под голевыми вылазками капитан Абухов. 3-1. Серьезная заявка на победу. Ульяновский коллектив смог сократить дистанцию еще в первом тайме. Франц высоко поднял клюшку, в чем главный арбитр встречи усмотрел нарушение. Цицаров с точки был точен 3-2 после первой половины матча. Гол в раздевалку не надломил чемпионов России. После перерыва гости всеми силами препятствовали равенству в счете. А когда «Страж ворот» был не в силах, за «Динамовцев» заступала стихия и качество льда. Одно дело играть на хорошем льду – это одна игра. Играть на плохом льду, там уже вступает все, даже в большей степени не мастерство игроков, которыми ты обладаешь, команда твоя обладает, а может быть какие-то бойцовские качества. Понимаете, может быть в этом компоненте мы сегодня в Волге, может, вступили. Дублю Цицарова не смогла помешать ни стихии, ни целая команда соперников. Мяч после розыгрыша углового нашел брешь в казанской архитектуре, выстроенной на линии ворот. 3-3. И неизвестно, как сложился бы этот матч, реализуя подопечные Наумова хотя бы половину своих моментов. Но за расточительность хозяева должны винить себя, а не гостевую скамейку. В концовке матча волжане пошли на штуром, и здесь проявились бойцовские качества, о которых рассуждал Андрей Стук. Цицаров был в шаге от хэт-трика, но его 12-метровый не стал победным. Этот эпизод надломил местный коллектив, равенство в счете сохранилось до конца игры. Сегодня в Казани завершаются финальные игры Кубка Ельцина, одного из самых престижных международных теннисных турниров среди юниоров. В этом году выступление в нем стало еще более ценным. Поднялась категория соревнований, а значит увеличились баллы для рейтинга спортсменов. На матчах, которые никак нельзя отнести к разряду проходных, побывала Лейла Минулина. Покорить Казанский корт в столицу Татарстана съехали с более 120 спортсменов. Еще никому неизвестны теннисисты и уже восходящие звездочки. На этом турнире даже изначально аутсайдеры были готовы дать серьезный отпор. Долгое время не могли добиться высоких результатов и воспитанники Казанской академии тенниса. Но чем больше престижных соревнований проводятся на родной площадке, тем увереннее становится их поступь. С каждым годом уже становится все легче и легче играть. Если первый раз, когда мы выходили играть на такие соревнования, мы понимали, что просто участие, лишь бы только не попасть в просаг, то теперь уже стараемся, играем на победу. То есть понимаем, что все по силам. Из-за большого количества участников соревнования проходили сразу в двух залах на восьми кортах. Но даже при таком распределении спортсменам приходилось подолгу ждать своей очереди. Одни коротали время в холле у телевизора, другие в компании с любимым айпадом. Здесь как бы Wi-Fi на территории. И я иногда в интернете сижу, иногда в игрушке играю, потому что у меня еще долго сидеть, мне регистрацию ждать. Многие здесь, это как досуг считается. Ксения Шарифова еще прошлой зимой получала приглашение приехать в Казань на Кубок Ельцина. Но посчитала, что не готова к высокому уровню турнира. Поэтому прибыла сюда лишь спустя год. Конкуренции девушка не боялась. Казанскую арену она уже опробовала на первенстве России. Считает, что она приносит ей удачу. Я считаю, что все в турнире равны. То есть каждая по-своему, мне кажется, у них в свой стиль игры. Каждая может выйти с хорошим настроем. То есть, мне кажется, на каждую надо настраиваться и все тут фаворики. На Кубок Ельцина приехали квалифицированные судьи из Москвы. Их работа осложнялась еще и тем, что турнир среди юниоров. Они, как известно, более не сдержаны в эмоциях. Естественно, что класс игроков, уже те, которые играют в 18-летние турниры, он говорит сам за себя. Потому что здесь уже нужно и контролировать матч, и мячи летят с достаточно большой скоростью. Поэтому концентрация у судей должна быть отменной. Турнир на Кубок Ельцина был организован в год 80-летия со дня рождения первого президента России. Он мечтал, чтобы этот вид спорта превратился из элитного в общедоступный. Кубок разыгрывался уже в шестой раз и второй год подряд выезжает за пределы Москвы в столицу Татарстана. Организаторы настолько довольны тем, как принимает их Казанская академия тенниса, что планируют и дальше собирать здесь лучших теннисистов. Кстати, одним из волонтеров этого турнира был серебряный призер Олимпийских игр в Сиднее Ирик Зинуров. Наряду с другими добровольцами ватерпольный тренер подавал участникам мячи и работал у сетки. Это обязательная акция для всех послов универсиады 2013. Немало важных дел скопилось у специалиста и на постоянном месте работы. На неделе его синтез принимал действующего чемпиона страны Волгоградский Спартак. Волгоградцы намеченным темпом идут ко второму кряду, чемпионскому титулу. И первую победу Спартак одержал в межсезонье, переманив у синтеза одного из лидеров, казанцев Аксенова. Хорошо знакомые противники начали матч без разведки. Не успел истечь первые минуты игры, как хозяева повели. Ашаев подкараулил ошибку гостей и открыл счет очных встреч. В следующей атаке татарстанцы удвоили преимущество. Это Елизаров нашел брешь в спартаковской защите. Резвое начало расслабило дружину Зинуровой. До конца отрезка действующие победители чемпионата смогли восстановить паритет, отыграв два мяча. Этот подвиг пришлось повторить на бис при счете 5-3 перед экватором. В перерыве на табло горели две пятерки. Все делают по указке тренера, поэтому все изменилось. Весь рисунок игры, все по схемам и по заданию выполняют. Думаю, его это и изменилось. Во второй половине зрители увидели сразу два хэт-трика. Сначала бывшую команду не пожалел Александр Аксенов. Ответный ход последовал от хорватского дрования Филиппа Кликоваться. Последний гол Казанцев третий раз за матч вывел вперед хозяев бассейна. В концовке матча спартаковцы пошли на штурм, что звучало и выглядело как-то не по-волгоградски. Своего гости добились, счет сравняли, но у тренера Казанцев Ферри Казинурова на этот счет есть свое объяснение. Разные случаются периоды во время игры, когда ведем, когда сдаем. Но сегодня, я думаю, не в психологии, а мне кажется, сегодня у команды соперников было семь человек, а не шесть на поле. По крайней мере, один судья был за волгоградцев почему-то. Не знаю почему. Который нам дал восемь или девять переходов. То есть мы один период не нападали. Просто. Мы защищаем. Мы просто один период. Просто у нас выпало без нападений. В концовке матча хозяева усилиями Ашаева забили победный мяч, но арбитры и в этом эпизоде усмотрели нарушение правил. Счет 8-8 сохранился до конца поединка. В заключительном матче хозяева остались без наставника. За разговоры с арбитром Эрик Зиннуров получил карточку и отбывал дисквалификацию. Потери гостей были известны накануне в Казани. Спартак не мог рассчитывать сразу на двух центральных нападающих. И Корабутов строил игру через подвижных. Один из них, Аксенов, отличился уже в дебюте встречи, в упор расстреляв ворота бывшей команды. По схожей системе чемпионы страны удвоили преимущество, а Гарков на паузе поразил ближний угол. События нашли перекличку с первой игрой. И по сценарию соперник отквитал два мяча еще в стартовой четверти. А вот Степанюк от него отклонился. И за 30 секунд до конца отрезка впервые вывел синтез вперед 3-2. Да даже не знаю, и вчера вроде хорошо играли, и силы были. Просто работа отдает свои плоды. Наверное так. Чуть больше выдержали, больше делали установку тренера, старались, поэтому результат в лицо. Желание выиграть настолько захватило игроков, что второй период футерполисты начали с фальстарта. Этот эпизод позабавил публику, ведь в пылу борьбы центровые не слышали трели свистка арбитра. А вот Владимиру Корабутову было не до смеха. В первой же атаке его команда упустила Елизарова и уступала вдвое. Выход со скамейки Халтурина также оказался голевым 5-2. Дебютная работа Евгения Ярощука заслужила отличную оценку. А вот его визави из Волгограда пришлось созывать экстренные советы, вносить коррективы. Впрочем, до экватора подопечные так и не смогли исправить ситуацию. Массированные атаки дали плоды после перерыва. Агарков и Аксенов наиграли на дубль, сократив отставание до минимального. И только мастерство Дудкина удерживало его команду на ведущей позиции. 5-4 перед заключительным. Казань была сегодня, играла, конечно, однозначно лучше на защите. У нас было очень много моментов, которые мы сегодня не смогли реализовать. Мы из 11-й лишних не забили ни одного. Я думаю, это и сказалось на результате сегодняшней игры. Ну, в принципе, я оказался, синтез поздравляю. Очень здорово играли, молодцы. Отсутствие резервного столба в спартаковском построении сказалось в завершающей восьмиминутке. Корабутов потратил таймауты на восстановление сил, но свежести его команде по-прежнему не хватало. Уставшие волгоградцы упустили прорыв Латыпова с последующей передачей на Ашаева. В том, что забил центральный нападающий, можно проследить не только логику, но и символизм. Рандеву кликоваться со стражем ворот только укрепило во мнении, что силы соперника на исходе. 7-4. Этот результат сохранился до конца игры. Привести одну очко из Казани – непозволительная роскошь в чемпионской гонке, которая еще может сказаться на финальной расстановке. Это был заключительный материал выпуска. Не забудьте сегодня отдать свои голоса за будущее страны. Всем праздничного выходного дня и доброго воскресенья. Сергей Малимонов, Страна спортивная, Татарстан. Субтитры создавал DimaTorzok